Вот это открывает возможности для нас. Кроме того, в отличие от многих юристов и адвокатов, которые рассматривают, ну, я хочу сразу заметить, есть опытные юристы и опытные адвокаты со стажем, которые хорошо себе представляют ценности снижения рисков, заключения мирового соглашения и не понаслышке, а именно из личного опыта хорошо себе представляют выгоды, которые получает каждая из сторон, когда думает об интересах оппонента и когда старается открыто и честно договариваться о заключении мирового соглашения. Поэтому такие юристы и адвокаты в большей степени работают, наверное, в роли конфликтолога, стараются спрогнозировать, что будет дальше, следующий шаг. И таким образом прогнозирование развития конфликтной ситуации тоже важная составляющая в успешной работе, то есть для успешного заключения соглашения. В идеальном случае нужно так составить стратегию и карту конфликта, чтобы от решения одного конкретного суда ничего не зависело. Конечно, этот идеальный случай – это желаемый результат, который на практике трудно достигнуть. Но вместе с тем, посмотрите, если вернуться к нашему последнему спору, который мы рассматривали между заемщиком, поручителем и банком, вы заметите, здесь шансы на выигрыш в суде были непонятными. Они могли обернуться как в пользу банка, так и в пользу заемщика. Просто делать упор на справедливости или на нормы права – эта стратегия не всегда срабатывает. Поэтому и для усиления шансов на достижение консенсуса боевая ничья произошла фактически. Ведь заемщик не отказывался от расчета по кредиту перед банком, согласитесь. Он просто настаивал на справедливом обменном курсе, а с заемщиком банкиры не желали проводить диалог. Поэтому в результате произошла боевая ничья, и пусть даже стороны не заключили медиативное соглашение, но произошла консилиация. Консилиация – это процесс подобной медиации, когда третья, нейтральная сторона, помогая конфликтующим, выработать приемлемое соглашение о разводе. Происходит расставание между партнерами общества, например, между супругами. Не получается достичь медиативного соглашения. Хорошо, давайте постараемся расстаться так, чтобы минимальный вред причинить друг другу. Выход из конфликтной ситуации – это тоже решение. Как вы заметите, уважаемые коллеги, у нас два ближайших занятия. Сегодня мы рассматриваем техники и стили медиации, а следующее занятие – это приглашение к медиации, образцы соглашений, договоров. И вместе это все основа нашего курса, базового курса медиации. Почему мы именно в такой последовательности решили рассмотреть? Казалось бы, сначала нужно освоить одну модель медиации, например, поэтапную или фазовую модель медиации, ориентированную на решение проблемы. Но вместе с тем, почему мы должны придерживаться только одного стиля медиации? Есть разная подготовка исходная у слушателей, есть слушатели-психологи, педагоги в нашей практике, которые, например, могут...